Хакасия закрыла коммерческую задолженность и усилила финансовую поддержку муниципалитетов. Об этом сегодня гордо заявляют в правительстве республики. И исполнительная и законодательная власть уверяют, что бюджет за 2022 год уже вошел в историю как самый успешный по доходам. Якобы никогда прежде Хакасия такого не добивалась. Среди основных причин называется увеличение налоговых поступлений от крупного бизнеса, что и позволило закрыть часть кредитов, а оставшиеся заменить бюджетными. Как следствие, нагрузка на республиканскую казну заметно снизилась. Расходы на обслуживание долга по сравнению с 2021 годом снизились в 2,4 раза. Экономия составила свыше 500 миллионов рублей. Республика Хакасия. По оценке долговой устойчивости субъектов Российской Федерации, проведенной Минфином России, отнесена к группе со средним уровнем долговой устойчивости, а в 2021 году относилась к группе с низким уровнем устойчивости. Чиновники и депутаты видят в этом исключительно свою заслугу, утверждая, что хорошо сработали. На самом деле уход от коммерческих займов к более выгодным бюджетным – решение федерального правительства, а именно президента. В марте прошлого года Владимир Путин распорядился поддержать регионы в условиях санкций. Между территориями поделились 720 миллиардов рублей, которые пошли на закрытие коммерческих кредитов. Причем помощь не разовая, она рассчитана до 2029 года. Хакассия получила больше трех миллиардов, что и позволило правительству Валентина Коновалова сэкономить и начать этим бравировать. Тем не менее, общий объем госдолга республики сегодня по-прежнему немаленький – около 20 миллиардов рублей.